МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с Большой стройкой. Сегодня в Большой стройке. Самый широкий ассортимент метражности, жилья и актуальное квартирное предложение от Укса города Гомеля. Новостройки из крупнопанельных изделий с разноцветными фасадами, из фиброцементных плит и кирпичные дома с традиционным решением внешней отделки. Также все о новом объекте Гомельского областного Укса в 104-м микрорайоне и жилье Гомельского домостроительного комбината в 18-м и 96-м микрорайонах Гомеля. В самом сердце областного центра в нескольких минутах ходьбы от улицы Советская на пересечении Рогачевска и Кирова идут заключительные работы во внешней отделке нового жилого дома номер 1. Застройщик Укс города Гомеля продолжает прием заявлений на строительство квартир в этом одноподъездном жилом доме. Но предупреждает тем, кто интересуется столь заманчивым объектом застройки, необходимо поспешить с принятием решения. Цена за один квадратный метр в кирпичном доме в самом центре города – 1490 рублей. Для тех, кто мечтает приобрести жилье от Гомельского городского Укса, также в центре Гомеля – другое актуальное квартирное предложение. По адресу Советская, 19А, Укс города Гомеля продолжает прием заявлений на строительство квартир в доме номер 3 в жилой группе по улице Докутович. Заявления принимаются на строительство 1, 2, 3-комнатных квартир. Такого широкого выбора планировок нет ни одного застройщика города Гомеля. Например, однокомнатные квартиры есть от 30 до 36 квадратных метров, двухкомнатные квартиры от 45 до 52 метров, трехкомнатные квартиры от 68 до 78 метров. Таким образом, вы можете выбрать самый оптимальный метраж квартиры, который подходит для вашей семьи. Приходите, мы ждем вас по адресу улицы Советская, 19А. Вот так выглядит эскиз проекта застройки группы жилых домов по улице Докутович на сайте Гомельского городского Укса. Жилой дом номер 3 из крупнопанельных изделий, так же, как и готовый к заселению соседний дом, будет с вентилюруемым фасадом из фиброцементных плит. Это придаст новостройке внешнюю эстетичность, а также в дальнейшем уменьшит эксплуатационные издержки по обслуживанию здания собственниками. Укс города Гомеля продолжает активную застройку в жилом комплексе «Шведская горка» в советском районе Гомеля. Сейчас 59-й микрорайон – один из популярных в городе. Помимо живописной природы, главный плюс – соседство с крупными дорожными артериями, торговыми объектами, учреждениями образования и здравоохранения. Обращаем внимание, Укс города Гомеля продолжает прием заявлений на строительство 1- и 2-комнатных квартир в кирпичном жилом доме номер 33 в 59-м микрорайоне. Жилье могут приобрести как граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, так и те, кто не входит в эту категорию. Если вы готовитесь в ближайшее время стать собственником квартиры, мы предлагаем в доступной форме вместе с Большой стройкой разобраться в волнующих вопросах совместного управления имуществом многоквартирного дома. Товарищество собственников – некоммерческая организация, которая не ставит перед собой цель извлечения прибыли. Создается собственниками жилых и нежилых помещений в целях сохранения и содержания общего имущества, владения и пользования им. Решение о создании товарищества собственников принимается на общем собрании дольщиков. Порядок подготовки и проведения общего собрания товарищества собственников. Необходимо утвердить устав, выбрать уполномоченное лицо для подписания устава товарищества собственников, в протоколе удостоверить его подпись от имени всех собственников, определить уполномоченное лицо, ответственное за государственную регистрацию товарищества собственников, Установить размер взносов каждого совладельца дома на покрытие расходов, связанных с созданием товарищества собственников. Выбрать членов правления, председателя правления, определить состав ревизионной комиссии и ревизора. Товарищество собственников считается созданным и приобретает право юридического лица с момента его государственной регистрации. Для этой процедуры необходимо предоставить следующие документы. Заявление о государственной регистрации некоммерческой организации, устав в двух экземплярах без нотариального засвидетельствования. Его электронная копия – оригинал, либо копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины. Истребование иных документов для государственной регистрации товарищества собственников, согласно действующему законодательству, запрещается. А сейчас в Большой стройке самый актуальный строй-дайджест от Гомельского областного управления капитального строительства и Гомельского домостроительного комбината. Гомельское областное управление капитального строительства выступает заказчиком по многоквартирному жилому дому номер 39 в 104 микрорайоне. Дом находится в тихом, уютном районе города Гомеля с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, остановки общественного автотранспорта. Гомельский домостроительный комбинат напоминает о возможности приобрести квартиру в Новобелице в КПД-56 в застройке жилого комплекса «Хутор». КПД-56 представляет из себя дом переменной этажности, квартиры представлены 1, 2 и 3-комнатные, 1-комнатные квартиры 44 квадратных метра, 2-комнатные от 64 и до 67 квадратных метров и 3-комнатные квартиры 86. 96 микрорайон активно застраивается и развивается инфраструктура. Приглашаем вас стать счастливым обладателем квартиры с Гомельским домостроительным комбинатом. В 18-м микрорайоне Гомельский домостроительный комбинат продолжает прием заявлений на строительство квартир в КПД-4 по улице Мазурово. Здесь у нас в наличии остались только 2-комнатные квартиры 83 квадратных метра и 3-комнатные квартиры 86. Стоимость квадратного метра составляет 1300 белорусских рублей. Этот микрорайон с развитой инфраструктурой. Здесь рядом находятся детские садики, школы, поликлиники сейчас достраиваются. Ну и в целом по инфраструктуре все очень довольно развито. В рубрике «Ваша новая квартира» предлагаем детально рассмотреть конкретное жилье. Это квартира в новостройке Укса города Гомеля в многоквартирном жилом доме номер 103 по улице Быховская. Сегодня я в роли покупателя квартиры в этом одноподъездном 11-этажном жилом доме номер 103. Расположился он на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Быховской. Новостройка одна из самых заманчивых в Гомеле с точки зрения развитой и готовой инфраструктуры. Рядом сразу две школы, буквально в 100 метрах от меня детский сад. Через дорогу поликлиник, магазины. Предлагаю подняться и вместе посмотреть и оценить понравившееся жилье. Сейчас на объекте последние работы по благоустройству, прилегающей к дому территории. Итак, мы на четвертом этаже. Хотела бы отметить очень классное дизайнерское решение. Снаружи дом оформлен в холодных цветах, внутри яркая позитивная отделка. Лифтовая шахта находится на очень приличном расстоянии от квартир, что бесценно в плане комфорта. Мой выбор – однокомнатная квартира на четвертом этаже. Общая площадь без малого 44 квадратных метра. Это с учетом лоджии. Сразу хочу рассмотреть детально коридор, потому что в проекте заявлено почти 9 квадратных метров. Вот это жилая комната – 16 квадратных метров. Отмечаю, как всегда, на высоте качество панелей стеновых, потолка, пола. Итак, ставим за счет большой светлой комнате. Для меня, для хозяйки, конечно, очень интересно пройти на кухню и осмотреться. Кухня без малого 11 квадратных метров. Очень хорошее большое пространство для однокомнатной квартиры. Здесь же расположена лоджия. Мне очень нравится расположение газовой трубы в углу, потому что если поставить холодильник, не нужно придумывать каких-то дополнительных коробов, и все скрыто. Я отмечаю принудительную вентиляцию, которая работает прямо от выключателя. Стоимость однокомнатной квартиры, на которой мы остановили свой выбор – 47 380 рублей. С учетом цены за квадратный метр жилья в этом доме для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Обратимся за консультацией в банк. На какую кредитную поддержку можно рассчитывать в нашем случае? Беларусьбанк может предоставить кредит не более 90% от стоимости. Сумма эта будет составлять 42 649 рублей. Но молодая семья имеет своих собственных средств – 10 тысяч белорусских рублей. Тогда размер кредита у нас составит 37 388 рублей. При этом ежемесячный платеж по основному долгу и процентам будет составлять у нас 606 рублей. Процентная ставка – 14% годовых. При этом молодая семья должна иметь семейный бюджет не ниже, чем 910 рублей. При этом у нее не должно быть никаких кредитов, кроме коммунальных платежей. Как взять кредит на строительство жилья? Где и какую квартиру в данный момент можно купить в Гомеле? Вам рассказала программа «Большая стройка». Не прощаемся, а до встречи на новых стройплощадках города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова